Привет, дружище, меня зовут Саша, и наконец-то выходит очередное видео, а то была слишком большая пауза, я надеюсь, что хоть кто-то ждал, хоть кто-то надеялся, если такие люди есть, обязательно поставьте лайк, ну, а мы начинаем сегодня, хотелось бы обсудить, хотя даже не обсудить, а констатировать, 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 понять, увидеть, вот, подтвердить тот факт, куда уходят наши деньги, вот, хотя Что я несу? Реально, куда уходят наши деньги? Какие наши деньги? После того, как ты заходишь сюда, берешь вот так вот, привязываешь свою карточку, да, или там киви, неважно, да, ты там донатишь через МВП, вот, когда жмешь вот эту вот кнопочку купить и оплачиваешь покупку, покупаешь эти картинки, это уже не твои деньги, эти деньги превращаются в деньги IGG, хотя часть, конечно же, забирает Google Play, то есть, Google, ну, или если это все происходит на iOS, то забирает App Store, вот, Apple, да, и, как бы, остальная часть бабулеса уходит уже IGG, вот, и что я вообще записываю это видео? Хотел поговорить по поводу коронавируса, на самом деле нет, но сам факт заключается в том, что IGG тратит деньги не только на какие-то психотропные психотропные вещества для работников, которые постоянно разрабатывают обновления для нашей с вами любимой игры, а может быть, для кого-то уже и нелюбимой, вот, не только, знаете, тратят на каких-нибудь сдам легкого поведения, вот, на какие-то лекарства после того, как они читают наши комментарии, да, то есть, ну, как бы, не только вот на все эти злые вещи тратятся деньги, ну, потому что я считаю, что в здравом уме, как бы, вот такие обновления выпускать невозможно, но, по-любому, там какие-то сильно действующие лекарства используются, а как мы знаем, кто сталкивался с такими некоторыми проблемами, я, если честно, не сталкивался, но у меня было много друзей, вот, в Германии, кто постоянно сидел на каком-то психотропе, вот, то мы знаем, что это стоит дорого, и потому, как бы, у нас игра, вот, прям в донат вся устремлена, да, потому что, как бы, нужно и обновления выпускать, но, чтобы эти обновления выпускать, нужно покупать определенные вещества, потому что, как бы, зачастую мы шаги разработчиков не понимаем, но в целом, это, конечно же, были мои совершенно отчаянные, глупые шутки, легкая попытка кого-то размешить и забатить на какой-нибудь лишний комментарий с вашими уже вариациями шуток, но не суть, вещь достаточно серьезная, вот, у нас коронавирус, и не спрашивайте, как я к нему отношусь, что я по поводу этого думаю, я вообще по факту гуманитарий, у меня образование, ребятушки, среднее, специальное, я специалист общественного питания, вот, но, кстати, как специалист общественного питания, как человек с большущим опытом, скажу вам честно, я не против деликатесов, но я считаю, что при приеме любой пищи, даже деликатесов, даже вот прям совсем деликатесов, деликатесов, нужно иметь какую-то здравую голову, вот, и соблюдать какие-то меры безопасности, нельзя брать там, не знаю, в пещере какой-то грязной, ловить каких-то левых летучих мышей, потом их продавать на базаре, и удивляться, а что это у нас тут за какой-то вирус? Короче, ладно, все, хватит, хватит, давайте, если кому-то интересна моя диванная аналитика, я возьму, вот, всем назло, и выполню свое обещание, которое уже даю целый год, и выпущу сегодня на подкаст-канале своем видео по поводу коронавируса, как бы, уже просмотром на этой херне не наберешь, но вот чисто посижу по балаболю поржом немножко, а может быть и не выпущу? Ладно, не суть, я возгордился IGG, сначала возгордился, короче, когда увидел вот этот вот пост о том, что IGG создала фонд для оказания поддержки в связи с эпидемием в Китае, вот, ну, молодцы, создали фонд, первая партия пожертвований уже в пути, IGG, всемирно известный разработчик, издатель мобильных игр, учредил фонд в размере 500 тысяч долларов для оказания помощи в борьбе с эпидемией. Шутки шутками, но на самом деле в этом плане они молодцы, и, знаете, это, наверное, все-таки не тот фонд и не та пиар-компания, там, где мы за все хорошее, против всего плохого, пожертвуем деньги на воду бедным африканским детям, там, или, там, спасем котиков на Марсе, вот. Вот, э-э-э, феминизм, надо его поддержать, ну, короче, вот это вот все, да, друзья, я не имею против чего-либо вообще, я, как бы, я человек, я за все, я за все, поддерживайте кого хотите, как бы, я, мир, дружба, презервативы, вот это вот все мое, но в плане я хотел бы их похвалить за то, что, ну, как бы, они фонд открыли, ну, наверное, все-таки на нужные вещи, да. После обращения в официальный департамент здравоохранения и местной больницы, IGG получила представление о потребности медиков. После этого команда IGG по всему миру незамедлительно стали закупать нужные медикаменты и средства профилактики. Ну, это, ну, это молодцы, это классно, это, знаете, не ограничивается только этими масками, да, марлевыми или какими, ну, они там тряпочные, короче, разные есть, не суть, а то тут уже, там, а, это не здесь, ну, короче, я уже видел в комментариях холивары, вот, эти маски помогают, нет, они не помогают, вот это вот, знаете, вот, экспертное мнение, вот там, читаешь, короче, комментарии, вот там прям вирусологи, врачи сидят, там, они докторскую защитили, вот, и такие, а, IGG лохи, что они там эти маски закупили, как бы не суть, ну, если бы это было не нужно, я не думаю, что в Китае это вот прям на государственном уровне использовалось бы, ладно. После обращения в официальный так, на момент публикации была собрана первая партия из более чем 450 тысяч предметов медицинского назначения, маски N95, хирургические маски, перчатки и так далее. Эта помощь уже отправлена в медицинские учреждения для борьбы с распространением вируса. Ой, 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 а, звук я не буду отключать, потерпите, вот, и как бы это классно, ребята, это классно, да, какой бы Китай не была крутой страны, но там целая куча народа живет, и понятное дело, что когда наводится такая паника, всего всякого нужного будет не хватать, и в Китае, грубо говоря, запасы уже закончились, и они там закупают из других стран, и как бы, ну, такая поддержка, она реально по факту нужна. И тут я горжусь той компанией, куда я беспробудно трачу свои деньги, и потом их никогда не увижу, но горжусь. Ну вот честно, как бы я их не срал, ну молодцы. Вот я уже давно хотел записать видео, но у меня был депрессивный период, когда я не хотел записывать никакие видосы, вот, я уже тогда хотел высказать свое никому не нужное мнение по этому поводу, вот прям молодцы. IGG продолжит делать все возможное для оказания поддержки и помощи медицинским учреждениям и нуждающимся людям во время эпидемии. Причем самая интересная фишка заключается, что по факту IGG-то это, грубо говоря, китайская компания, да, у них офисы расположены по всему миру, отделения, но тут, конечно, появляется вопрос, из-за того, что Китай, мягко скажем так, застопорился, да, что-то там уже не работает, что-то работает, что-то в полусилии люди напуганы, вот, разведена по полной программе паника. Интересно, у нас будут какие-то задержки с обновлениями или не будут, вот, ну, вроде как главный офис. Да, Китай, вот, в этой же же не понять, вот это, знаете, это такое чувство, такое чувство, как будто это какая-то компания на Каймановых островах, через которые отмывают деньги. Потому что, где они там, что они там, вроде компания китайская, но там что-то главный офис в Сингапур, вот, при этом они и в Белоруссии есть отделение, и в Канаде, и в Америке, и в Испании, где их только нет. Мы, кстати, к видосу сейчас перейдем, один есть видос интересный, мы на это тоже посмотрим. Но в целом, конечно, молодцы. В целом, это, ну, блин, невероятно круто, какие бы там диванные аналитики, что бы там в комментариях не говорили, это классно. И, конечно, тут, наверное, озабоченность этой компании можно понять тем, что, опять же, они там завязаны на этом Китае, если я не ошибаюсь. Ну, ладно, не суть, это мы были в официальной группе, вот, сейчас тут мне более интересную вещь хочется посмотреть. Мы теперь переходим в клуб игроков Castle Clash, тоже ВКонтакте, и тут видосик опубликован. Официальный аккаунт IGG Global Career Instagram опубликовал видео о трудных временах в Китае. Сотрудники со всех стран мира компании IGG высказывают соболезнование в поддержку Китая. Давайте еще раз, я не буду говорить по поводу коронавируса, там, вот, что это, там, как это, что я об этом думаю, я, как бы, что читаю, то и читаю, да. Наша команда в Беларуси уже представила 300 тысяч сертифицированных медицинских масок от поставщиков. Поставщики все еще готовят свои запасы. Когда все будет готово, наша команда приступит к покупке IGG Минск. Ну, как я понимаю, да, вот этим вот РУС-сегментом, там, главный офис, по сути, находится в Беларуси, если я не ошибаюсь. Вроде раньше в России было, а сейчас вот фиг его знают. Может, кто в курсе, поправьте, но я никогда не интересовался. Ну, как бы, тут, да, сразу диванные бойцы появляются. По типу меня я такой же диванный боец. Тут сразу очень интересная новость. Купить обыкновенные маски, которые продаются в аптеке, они не спасают от коронавируса, и тем более от всех других болезней. Ну, тогда, я не знаю, ну, повеситься тогда лучше. Ну, все, они, ну, в этом мире ничего не спасает, короче. Никак, ни от чего нельзя застраховаться. Ну, все, ну, тогда просто сидишь на попе ровно и ждешь, когда этот злой коронавирус в виде зомби твоего соседа придет и сожрет твои мозги. Ладно, меня не в ту сторону понесло. Я хочу видео вместе с вами посмотреть. Так. Ну, это такое вот, ну, как, PR-видео, да, и там будут показаны, короче, так понимаю, разные офисы IGG по всему миру. Причем их достаточно немало, но, к сожалению, тут, как бы, все на китайском, и не всегда тут все дублируется на английском, к сожалению. А вообще бы хотелось бы на русском, э? Ну, ладно. Так. Или хотя бы на латышском IGG. Давай. И проблема, конечно, в том, что в херовом качестве максимум только 360 пи. IGG. Хуинча. Да, ну, вот, типа, они, короче, выражают солидарность. Вот это вот все. Такие вот буковки прикольные. Это, наверное, какой-то... Ну, вот, не вот, просто хотелось бы, чтобы были, знаешь, надписи какие-то. Вот эти, ребята, вот кто там в русском сегменте, там, не знаю, вот человек с балансом дела тонко, или кто там, кто работает, возьмите это видео, пожалуйста, ну, там, возьмите исходник, сделайте русские субтитры, опубликуйте в официальной группе. И интересно посмотреть в хорошем качестве, хотя бы с субтитрами. Вообще, чё, грубо говоря, где какой офис находится, да, там, какая-то информация, сколько там людей работает, одно, второе, третье. Ну, я не знаю, может, я просто такой дебил, мне интересно, но просто я на игру потратил около 10 тысяч баксов, да, если не больше. И вот мне интересно, вот, какие офисы содержатся, сколько там работников, да, ладно, погнали. Это первый офис. Слушай, может, конечно, надеюсь, меня не забанят за музыку. Вот, вот, тут тоже. Короче, тут уже не только азиаты, здесь уже, смотрю, и европеоиды есть. Вот, вот, Вухан, Херсей, Цок, Гузель, вот, вот это непонятно, на каком, короче, языке, где это всё дело находится. Непонятно, да, но тоже определённый какой-то офис, тоже тут, конечно, буковки не такие крутые и классные, как в прошлом офисе. Вот здесь тоже, то есть, где это, что это, как оно, от чего, для чего. Вот, тоже стоят ребята, вот, там, выражают свою поддержку, у них, грубо говоря, флешмоб. Вот, Вухан, Индонезия, Силалу, Берсамаму, Семангат. Ну, это, то есть, я так понимаю, тут идут субтитры на китайском, вот, и плюс идут субтитры на том языке, в офисе, которым снималось это видео. Ну, тут, видишь, не на испанском, тут уже, как бы, на английском, да, ну, вот, у них офис есть в Испании, что интересно. Правда, я так понимаю, только четыре человека в нём, и даже, несмотря на качество в 360 пи, очень, ну, видно, что вот, вот эта вот девушка, она очень грустная. Идем дальше. Вот, это белорусский офис, я так понимаю, тоже, пять работников там только, что ли, Китай, мы с вами, вот, надо было на белорусском говорить, вы в Беларуси, ёлки-палки. Вот, флаг Беларуси, флаг Китая, вот, китайский белорусский флаг, то есть, пять работников держат маски. Ну, понятно, офис в Беларуси, мы знаем то, что там давно уже есть офис в Беларуси, посмотрите, да, эти вот стеклянные стенки, да, вот, вот это вот всё, блин, нормальной, нормальной фигнёй не позаниматься в офисе, всё видно, не похалявничать. Вот, идём дальше. Вот ещё, короче, вот, чё я здесь, короче, угарнул, я не понимаю, это канадский офис, не канадский, вывел с саппортью. Ну, короче, ну, это может быть, не знаю, в США, но не суть. Я тут просто угорел вот с того, что у этой девушки замазано лицо. Пожалуйста, кто-то может предположить в комментариях, почему так произошло? По какой причине? Я не знаю, может быть, это тот тайный работник VGG, который создаёт всё зло в нашей игре? Может быть, это та работница, которая придумала выпускать по два донатных героя в месяц? Я не знаю, по какой причине. Ну, не, ну, может, по факту просто уволил. Может, уволилась. Ну, как бы, ситуация реально такая, знаете, странная. Это одно и то же, что в аниме-порнухе японской постоянно кубиками замазывают писки-сиськи, да? То есть, ну, а смысл тогда такую порнуху, грубо говоря, это хентай, да? Вот там хентай замазывают, короче, цензурой. А нафига вы этот хентай тогда выпускаете? Вот тут тоже, как бы, вопросы такие же. То есть, вы выпускаете видос, но у одной девушки замазано лицо. Непонятно. Я бы еще реально мог понять, если бы это был хентай-порно, да? Там что-нибудь замазано было бы. Вот. На порнхабе где-нибудь. Но тут-то что так? Ну, может, реально уволилась, короче, девушка. Не знаю, что произошло. Может быть, уволилась? Может быть, это чисто моя диванная аналитика. Мне просто нравится такой фигней заниматься. Смотрите. Чисто гипотетически. Я не знаю, где этот офис находится. Ну, скорее всего, наверное, в США или в Канаде. Ну, в Канаде, если не ошибаюсь, точно есть офис. Ну, или в США. Вот, прикинь, это США. Они же там все тупорылые. Вот. Там чуть что не так. В офис, в суд подали. Два миллиона отсудили. Может быть, на момент записи этого видео, короче. Эта девушка работала в Эйджи-джи. А когда это уже все опубликовывалось, она перестала там работать. Уволилась. Но с ней они опубликовать не могут. Вот. Потому что она как бы уже уволилась. И она может подать в суд. Или еще что-нибудь. Потому что в зале замазали. А что? Она такая, а что вы видео опубликовали? Я у вас уже не работаю, а вы опубликовали видео. Это. Хочу два миллиона. Два миллиона и бутылки виски. Вот. Вот так вот. И гамбургер. Короче, все меня понесло. Ну, смотрите, сколько офисов получается. Немало. Вот это тоже, смотри, офис из троих человек или что? Ну, хотя, может быть, там и работников больше. Просто снимается только три человека. Причем, смотри. То ли это офис Эйджи-джи, то ли это гостиница какая-то. То ли ресторан там, то ли раздача ресторан. Ну, скорее гостиница. Рецепшн. Зарестав звоночкой. Дзин-дзин. Ну, тут тоже, как бы, я не знаю, где они вообще. У чувака классные очки. Это, походу, Гарри Поттер. Вот. Тут тоже. Ну, посмотрите, сколько реально офисов. Stay strong. Вухан. Джаю. Слушайте, вообще, это похоже на секту какую-то, я не знаю. Но на баптистку из церкви. Хотя я не считаю баптистов сектантами, да, я как бы, я еще раз говорю, я за мир во всем мире, за любые религии. Я вообще верю в макароны. В макаронного монстра. Но, как бы, вот со стороны, при том, что ты не понимаешь язык, и там какие-то звуки для тебя непонятные, да. Для нас, европейцев, ну, там, скажем так, китайско-тайвандские, японские, ну, это, мягко скажем, непонятный язык, да. И он звучит очень странно. Но это выглядит, как, не знаю, какая-то секта. Ребята, если что, вы там извините. Вот. Ну, короче. Вот такая вот фигня. Вот мне хотелось обсудить эту тему, посмотреть вместе с вами видео. Не знаю, кто досмотрел до конца или нет. Последнее время такие разговорные видосы не набирают никаких просмотров. Хотя, чё ж тут греха таить. Это битва замков, детка. На моём канале не будет много просмотров, пока я буду эту проклятую игру стримить и снимать по ней видосы. Вот не будет ничего. Потому как бы реально пофиг. Кому интересно, тебя поддерживайте. Кому неинтересно, не поддерживайте. Пишите в комментариях, чё вы думаете по этому поводу. Если лайк я ставлю на ваш коммент, значит, я его прочитал. А вот таким образом я для себя отмечаю это всё дело. Короче, спасибо за просмотр. Кто досмотрел до конца, у того писька 20 сантиметров. Вот, всем чам.